Олег Фёдорович Хмельков Культура и искусство Культура и искусство После нас осталось также что-то, чтобы увидели наши дети, наше поколение, которое и после нас поколение, которое будет то, что достигнуто уже сегодня, современным 21 веком. Помимо этого, конечно же, сохранить те истоки аутентику. Мой смысл вот в том, чтобы жизнь продолжалась в истоках наших предков. Традиционная культура Поэтому, если даже взять календарь обрядовый сегодня, это все было по солнцу, это было все по определенным праздникам, делались по жниву, купали, то есть это солнце, солнцестояние когда было. То есть, ну, это все с каким-то большим уклоном и смыслом делалось. Поэтому, вы знаете, это очень все глубоко, это трогательно, потому что тогда не было ученых, тогда не было в жизни, скажем, какого-то книг таких, чтобы все это можно было почитать, как мы сейчас можем изучать, да. А вот все делалось от души. Вы знаете, наша особенность наших праздников, у нас веселые очень праздники. У нас они яркие пением. У нас манера исполнения фольклора, песен, например, да, даже тех же аутентики, она есть какая-то зажигательная есть, либо очень проницательная. Поэтому вот веселые, вот веселые праздники у нас, потому что разного характера есть. Я не скажу, что в Молдове примерно там вообще зажигательная, постоянно мы знаем танцы, да, музыка, чем ассоциируется Молдова, там песни, музыка и вино. То у нас мы как-то вот, мне кажется, они полька одна белорусская. То есть вот все этим сказано. Вот это смысл нашего белорусского праздника характера. Некоторые говорят и дискуссируют о том, что мы живем в 21 веке, надо как-то осовремениться. Да, я не против, и, может быть, есть модерн. Его надо развивать, да, со временем, то есть это по тому или иному времени, чтобы характером соответствовало тому или иному времени. А вот что касается, если мы народное и превращаем уж в какое-то такое модерновое, то есть это не совсем красивое. Мне кажется, даже если мы иногда перелаживаем песни на современный манер, все равно они не так звучат, как звучали те, которых написали авторы даже вот прошлых лет Советского Союза, например, да. Или же переработать песню на аутентичную любую ту или иную песню фольклорную, купалья, калядную, на сегодня современный лад. Ну да, но это не то. Оно не передает тех чувств, что как бы характерны этой песне. Помимо этого мы как-то взялись за какие-то танцы живота. Как я когда-то высказывал свое мнение, танец живота – это не наше. Самое важное – это проекты в свое время, которые, когда только начиналось возрождение народной культуры – это каляды в свое время. Когда мы возродили, когда на каретах, на повозках с конями ездили по дворам и калядовали. Такое мы забыли немножко, к сожалению. Сейчас это возрождено и уже как бы образ жизни стал даже в районных центрах купалья. Посмотрите, повсеместно мы ждем костры. Хотя это считается отчасти язычницкий праздник, но однако мы все равно делаем и христианские туда элементы. Все-таки там есть, присутствуют. И поэтому мы сегодня ждем костры. Мы прыгаем через костры. Дожинки те же самые – это с участием, где по поручению главы государства, как уже за столько лет они настолько внедрились у нас в Беларуси. Это истина, такой праздник гордости в Беларуси, который мы можем похвастаться и урожаем, и мастерами искусства, которые труженикам села представляют все то, что они могут. Интересный вопрос. В моем понимании Лявониха – это такая вот, наверное, яркая какая-то личность широкой души белорусской, которая готова встретить всегда распростертыми руками тебя, того или иного человека в нашей Беларуси. И вот это вот как-то Лявониха – это, ну, в моем понятии, это такой вот образ широкой души. Это человек все-таки справедливый. Это человек, который может повести за собой в правильном понимании этого слова то или иное направление и, скажем так, возвести его в ранг какого-то государственности глобальной такой. То есть это вот, хотя это, я думаю, я перечисляю, наверное, образ этого как бы человека и тому времени это присуще, но все-таки сегодня это, наверное, справедливый, честный и лидер такой вот какой-то должен быть образ. Жизнь, мне кажется, прекрасна. И только скептики говорят, что сегодня плохо. Поэтому я считаю, что надо самому себе как-то немножко поднимать настрой. Все-таки от каждого от нас лично зависит то, с чем ты завтра поднимешься, с каким настроением. Поэтому для меня – жизнь. Я повезу обязательно их в Паршинские озоры, либо в Чаусский район Незабудки, к аутентичным коллективам, где все будет сказано именно этими участниками. Это те люди, которые неугомонные. Они никогда, по-моему, не устают. Они настолько, вы знаете, мы ничем не уступили, если бы их показали бурановским бабушкам нашим российским. Поэтому это те люди, которые, в общем, такие, они яркие, эмоциональные. Они от души у них все. То есть они, если скажут, то они не будут думать, что они будут говорить. То есть это вот именно то истинно народное, то, что у них вот лежит в душе. Я всегда люблю повторять почему-то слова, что вот душа народа, то, что я всегда подчеркиваю, то, что льется вот отсюда, от души народной, это, я говорю, все наше. Ну, а вот там, где коммерциализация, к сожалению, это не наше. Мы должны для того здесь, чтобы продолжать нашу эту жизнь, чтобы это вот шар, как крутится земной, так и потомки, наследственность была так же. Я думаю, что вот благодаря людям, нам всем, земля и живет. Вот эта земля и есть мы, люди. Вот как это яблочко, да, на дереве, чтобы оно вот красовалось, так и мы, чтобы потом, наверное. Мы должны какие-то результаты приносить, плоды на эту землю. Я думаю, что, ну, отчасти мы каждый все стараемся и вносим эту лепту. Делаем. Делаем.